Федеральная служба исполнения наказаний по Владимирской области подвела итоги своей работы в 2015 году. Одним из главных событий ушедшего года стало открытие блочно-модульной газовой котельной в женской справительной колонии поселка Головино, где отбывала срок экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева. До недавнего времени колония отапливалась углем, были проблемы с подачей горячей воды. Сейчас бытовые условия значительно улучшились. Пару слов о Васильевой. Долгое время замалчивалась информация о ее местонахождении и вот почему. Если бы мы сказали, где оно находилось, я не знаю, знаете, это было бы паломничество всех ваших, в том числе, каналов. Оно было. Оно было, знаете, это было огромное паломничество. И, ну, я не считаю, что нужно было из этого какое-то шоу делать. Важным событием стало строительство нового режимного корпуса в Кольчугинском сезон номер три. В этом году работы завершатся, изолятор расширится на 240 мест. В колонии поселения номер 9 в деревне Чудинова Визняковского района для осужденных строится общежитие на 200 мест с тренажерным залом. К другим интересным моментам. В 2015 году работающим заключенным на 6 рублей сократили зарплату. Теперь суточная плата составляет 176 рублей. Понижение связано с экономической ситуацией. В стране от тюрьмы теряют большое количество заказов. Но, тем не менее... Осужденные должны работать, они должны зарабатывать меньше, но они должны зарабатывать. Потому что, а, у них, во-первых, есть иски. Ну, как бы, это самое элементарное, есть иски. И, б, они должны ходить в магазин. Элементарно, какие-то средства они должны для магазина быть. Вот. А потом, вы знаете, все проблемы в колониях и в тюрьмах начинаются от безделия. В связи с празднованием 70-летия Великой Победы многие осужденные были амнистированы. Поэтому тюрьмы и колонии немного опустили. Если в начале прошлого года во Владимирской области отбывали наказание 9748 человек, то на 1 января 2016 года их численность сократилась на 680 человек.